да да конечно без проблем все сделаем в лучшем виде никитос у нас есть работа никитос наконец-то у нас есть работа задача такая собрать строгую но при этом с вишенкой сборку бюджет 55 тысяч рублей желательно балансируем между новым и бу чтобы клиент остался доволен задача графика игры универсальный комп чтобы вдохновлял нашего клиента все по классике ты знаешь что делать но давай сначала презентуем комплект уху которая будет сегодняшней программой а никита сегодня еще вам уделить внимание и покажет что значит аккуратно уложить проводочки не модульного блога питания это очень будет приятным нюансом и так вдохновляйтесь друзья сегодняшняя сборка золотая середина на 2021 год чтобы получить знаешь максимум производительности за адекватные деньги и начнем мы начнем из кейса с корпуса потому что у нас задача строго элитная и при этом знаете вдохновляющая саму технику посмотри какой у нас корпусочек здесь идет у нас сборочка фиат кулер мастер потому что а основные комплектующие у нас которые будут питать и хранить наш компьютер будет именно от этого еще и плюс охлаждать у нас корпус mb 600 l закаленное стекло юсбшки 3.0 спереди забор воздуха сбоку симпатичный строгий корпус ничего лишнего посмотрим как он нам сослужит задачу в управлении кабелями блока тоже от кулер мастера друзья взгляните mv 600 бронзовый сертификат пять лет гарантии дается единственный минус который можно сказать про этот блок это то что он идет не модульный давай сразу никит раскрываю взгляни то есть у нас здесь как раз будет основная задача сделать настолько аккуратно и при этом все кабеля уложить четко ну начну также про то что будет вишенка на нашем торте это несмотря на всю строгость сборки и классики это ну просто название какого-то гоночного автомобиля гипер 212 лет turbo white и дишин друзья охлад от кулер мастер который прекрасно светится белым и охлаждает очень мощные процессоры к слову про процессор друзья здесь у нас будет использоваться ну уже я назову хороший бодрый среднячок который но вывозит все вообще среднячком называть такие процессы конечно немножко обидно потому что это опять 9600 киев 37 на ядро плюс эта штуковина может буститься так что вам мало не покажется и эта малышка сегодня будет являться ядрышком нашего основного компьютера и посмотрим как справится нас white и дишин с этим процессором следующий интересный момент друзья это наверно сразу гпу потому что самое важное в компе это безусловно проц это видюха оперативку всегда можно добавить а вот основные деньги тратятся именно на ядро и видео ядро в данном случае мы используем ну я так скажу приятную очень приятную очень приятную свежую видеокарточку друзья посмотрите не так она часто в наших сборке взлетает но сегодня нам повезло потому что это 1650 супер джидер 6 память для любителей всяких светящих у нас ауросинк присутствует 4 гигабайта advanced эдишн то есть эта штуковина по факту в некоторых моментах превосходит 1070 например которая ну заявляется золотой серединой это современная видеокарта в исполнении от strix asus но это топчик своего времени очень симпатяшка приятно будет посмотреть на что она способна в современных задачах но и смотрятся очень логично отличный процесс шикарная видеокарта ну из назовут периферии который будет служить нам под систему будет использоваться вот такой вот пятисотник от vd blue nvmi ssd на 3d нанте все по классике на 500 гигабайт жесткий диск у нас не предусмотрен ребятам на данный момент он не нужен и конечно же все это дело знаешь вместе воедино в симбиозе воссоединит гигабайт за 390 м все что нам от нее нужно это возможность иметь четыре слота для добавления расширения оперативной памяти писи экспресс м2 слот плюс он еще один присутствует под короткий под вай-фай если что то тоже все есть и посмотри тайп си на плате если присутствует означает то что она поддержит все современные моменты то есть я на сегодняшний момент уже понял то что я себе материнскую плату без тайп си не хочу потому что опять же а скоростные ссдшки на тайп си они знаешь ну добавляют скорость особенно если ты перекачиваешь там full hd либо 4к разрешения допустим какой-нибудь видео файла все это дело будет запускаться благодаря оператив очки в данном случае она нас бушника по моему используется правильно это корсаровские вот такие две планки по 8 гигабайт там где 16 18 18 36 на 2666 от corsair от corsair lpx все друзья все что нужно знать про эту сборочку остается только передать в надежные руки гордого лучшего сборщика россии никитоса никитос сделай так наведи потрясающую красоту а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пролазит ли кабель у нас питания процессора? Спокойно пролазит, все, в этом проблем нет. В некоторых корпусах надо сначала кабель заводить, потом только прикручивать материнскую плату. Здесь все нормально. Сразу берем в блоке, отделяем, какие провода нам будут по итогу нужны. У нас нету жестких дисков, у нас только NVMe SSD, поэтому всякие молексы мы откидываем, всякие саташники пока откидываем. Все, то есть нам они в принципе здесь не нужны. Подсветок у нас всяких нету, водянок нету, поэтому всякие сатанам тоже не нужны будут. Откинули. У нас остается питание на процессор, питание на видеокарту и питание на материнскую плату. Что мы сразу делаем? Сразу я продеваю в корпус, подсоединяю и пока оставляю в таком незакрепленном положении. Также делаю и с процессорным, то есть мы его заводим, подсоединяем. Это будет, конечно, сложновато сделать на камеру, но сейчас постараемся. Давай, поверну. Все, подсоединили. Возвращаемся на заднюю панель. Смотрим, смотрите, у кулер-мастера довольно длинные провода процессора, то есть спокойно можно будет как-нибудь вот так вот его завести, чтобы он аккуратненько смотрелся. Но для начала мы смотрим переднюю панель. Передняя панель у нас состоит из HD-аудио, USB 3.0 и переднее подключение панель. PowerLED, PowerSV и все-все-все вместе. Смотрим, где у нас находится на материнской плате коннектор USB 3.0. Видим то, что находится он у нас здесь сбоку. Поэтому сразу берем этот кабель USB 3.0, примерно прикладываем, как он будет у нас идти. То есть у нас будет идти он здесь с заворотом. Кто больше не говорил, я всегда так делаю. Вот этот заворот спокойно потом он здесь соединяется, его не видно под общим стоком кабелей. В принципе, вот так вот будет удобно. Все, примерили. Теперь берем, вот я беру нейлоновые стяжечки от... Спрашивали, как они называются. Вот так вот они называются. Phone Ken. 150 рублей, получаете 5 метров отличных стяжек, которыми я вот пользуюсь. Вообще не разлетаются они. Отрезаем с запасиком. А почему я тысячу плачу? Тысячу, потому что мы их 10 заказываем. Протягиваем теперь основной процессорный 24-пиновый кабель. Закрепляем его пока что не сильно. Также его изнизу здесь. То есть вот этот у нас остается пучок, который болтаться будет. Мы его просто убираем туда вот в, как говорится, отсек для кабелей оставшихся. Делаем, примеряем. То есть у нас вот ровненько получается вот так вот. Берем также, еще одну такую же отрезаем примерно. Не жалеете, если будете такие же использовать по длине. То есть отрежете много, но зато у вас все кабеля потом соберутся нормально. И будет без проблем. То есть проводим. Закрепили. То есть у нас осталось место, но мы сейчас сюда будем и процессорный проводить. И скорее всего от видеокарты здесь как-нибудь проведем. И это надо все будет как-то закрепить. Смотрите, здесь сделано нестандартно в этом корпусе. У нас передняя панель выходит сбоку. То есть многие производители делают вот как раз таки с этого отверстия. То есть оно здесь проходит, но здесь сбоку. Здесь решение это тоже очень плавное и легко решается. Мы тоже отрезаем небольшую. Заводим ее и крепим прямо на стыке. То есть хоп, закрепили на стыке. Она нормально легла. Уводим ее сразу сюда вниз. Скрепим с основными. И вот такая у нас красота получается. То есть у нас здесь все видно, что у нас идет ровненько. Никаких проблем нет. Сразу берем 3.0. Заводим его. Цепляем на переднюю панель. Цепанули на переднюю панель. Так же, как и здесь. Возвращаемся, Женюк. Видим то, что он здесь прямо ровно по этой стяжечке. Заводим его сюда. Выпало. Заводим. Притягиваем. И заделаем. Все. У нас получается 3.0 подсоединено. Осталось дальше подсоединить ее в основной пучок. После такого ты просто делаешь вот так. Берешь, пишешь одобрено. Ставишь печать. И крепишь. Просто вот так вот. Оп. Все. Я теперь одобрен Министерством внутренних дел КГПС. Класс. Все здесь чуть-чуть подровнял. Добавил еще стяжечек, пока клиенты заходили. Пока Женюк там файлы перекидывал. Вот так у нас получается общий скоб, как говорится, проводов. Здесь сейчас тоже подтяну, здесь все поубираю. И будет все красиво. Решил клиентам оставить все-таки один саташник, провод на три коннектора. Положу его просто вот сюда вот в салазочку. Вдруг, если человек захочет добавить себе какой-то жесткий диск, ему не придется там вон. Я их поубирал. Они здесь, получается, скобом тоже все заделаны, все основные. Чтобы не было ему сложно вытаскивать это все. Все. Теперь смотрим. Вот у нас остался HD-аудио. Мы его продеваем спокойно. Оп. Он спокойно дотягивается у нас до как раз-таки HD-аудио. Подсоединяем его. Оп. Все подсоединили. Также здесь подубираем. Теперь берем переднюю панель фронтальную. Также ее берем. Давай я уберу. Сюда продеваю. И давайте еще пройдемся по тому, потому что многие, типа, бывают, спрашивают, как подзанять переднюю панель. У нас есть четыре, можно сказать, коннектора. Один, получается, у нас не сдвоенный, а по одному. Это Reset, HDD-LED, PowerSV и PowerLED и PowerSV. У нас есть каретка. Женек, я могу даже посветить, если ты хочешь. Смотри. У нас есть вот такая вот каретка для этих коннекторов. Обычно она унифицированная. У нас здесь есть четыре верхних и пять нижних. Дальше идут другие основные, под спикеры и все остальное. Берем сразу HDD-LED. Это у нас два нижних левых. Хоп, засунули. Далее. ResetSV. Это у нас два нижних правых. Все, нижнюю панель, кнопку перезагрузки и жесткий диск мы подсоединили. Теперь мы берем PowerSV. Это два верхних правых. Оп, засунули. Все, теперь у нас компьютер стартанет. Но у нас не будет видно то, что у нас светится кнопочка. Поэтому минус PowerLED мы ставим в правый верхний. Вот у нас остаются эти два PowerLED. Есть минус и плюс. Теперь мы PowerLED, получается, у нас верхний правый. А PowerLED плюс левый, верхний левый. Все. Все, теперь у нас панелька подсоединена. Сейчас тоже ее аккуратненько подубираем. И, в принципе, можно вставлять видеокарту. Все, теперь смотрите, ребята. Все это подсоединили, подубираем. Берем также стяжечку, чтобы это все для красоты момента. Отрезаем там буквально сантиметров 8 примерно на глаз. Берем вот этот весь скоб, который у нас получился. И также его просто соединяем. Раз, два. Все. У нас получается вот такой вот аккуратненький моточек, который идет прямо в эту всю нашу канал для проводов. Теперь берем видюху. Ничего сложного. Также с видюхой. Мы, смотрите, бывает то, что многих выламывают ненужные эти. Смотрите, всегда все очень просто. Мы просто прикладываем видеокарту примерно, где будет слот, и выламываем два нужных нам. То есть это у нас два верхних. То есть никакие нам другие не нужно выламывать для видюхи. Оп. Хорошо продуманный корпус у Кулермастер. У многих производителей вот эти, когда выламываешь, они бывают, чуть ли не касаются платы и боишься сбить какие-то элементы. Здесь Кулермастер позаботились, и у них чуть-чуть углубление есть. Все. Ставим видюху. Перед этим, конечно, зачелку надо. А, начелкнуто. Все хорошо. Все. Поставили видюшку. Теперь берем провод, который у нас под корпусом прошел. Так как у нас нету здесь перфорации под провод, мы его просто заводим там, где мы заводили переднюю панель. Все, смотрите, провели кабель. То есть ничего сложного. Просто подровняли его, выровняли, как-то перевернули. Нам нужно, получается, просто 6 пин. Вставляем 6 пин этих. Оп, видюха чуть не выпала. Не надо. Ну и все, и комп у нас собран, получается. То есть у нас ничего такого сложного нету в этом, в кабель-менеджменте. Думаю, каждый, если посмотрит этот только микрогайд, что-то у него получится дома сделать с этими кабелями. Так что вот такой у нас получился сегодня сборка. Передаю слово Даня. Спасибо, Никите. И что поделился своим опытом и подсобрал нам замечательную такую строгую сборку. Напомню, у нас 55 тысяч, друзья, бюджет. И здесь не все новое. У нас немного был материнская плата, оперативная память и видеокарта не из полки магазина. Ее уже запускали, хотя по факту она является новая. Именно поэтому удалось немножко сэкономить. И пусть вас 55 тысяч бюджет не смущает. Если полностью из всего нового собирать, он выходит где-то в районе 65-70 тысяч рублей. Вы должны этот момент понимать. Но вот частично новое, частично бюджет в районе 55 тысяч. Идеальная сборочка у нас получается. Конечно, нужно немножко ее затестировать, показать вам, что вы получите по итогу. Друзья, у нас процессор опять 9600KF. И сейчас крутится OCCT стресс-тест, павертест. И мы имеем с вами не больше 70 градусов. То есть 66 вот сейчас по ядрышкам вы видите на своих глазах, присутствует. Но при этом важно понимать частоту. А частота у нас 4,3 на ядро. И знаешь, чем друг славится 9600KF? Потому что он славится именно производительность на ядрышко. Я сейчас постараюсь показать, что я имею в виду. То есть есть же, вы скажете, 10-е, 11-е поколение процессоров. Да, почему там не вставить какой-нибудь 10400, допустим, F? Можно вставить. Опять же, мы выбираем с того, что имеем. И самое что интересное, 10400F будет проигрывать нашему процессору в производительности на одно ядро. Вот наш 9600K и наш 10400F. То есть, более того, казалось бы, 9-е поколение в данном случае обойдет 10-е, но будет уступать по потокам. Но, поскольку у нас 6 ядрышек здесь имеется, это означает то, что большинство игр они больше не требуют. Если мы говорим про рендер, конечно, этот системничек немножко уступит. Но я так скажу, 6 потоков на сегодняшний момент тянет с головой все. Поэтому можно не переживать и производительность именно на ядро здесь будет действительно очень хорошее. А мы, считай, подсобрали вот такой вот игровой системничек. Ну, и грех нам... Кстати, я не показал, по-моему, температуру видеокарты. Давай посмотрим на температуру еще и спустимся чуть ниже с тобой, дружище, чтобы посмотреть, что мы по итогу имеем по нашему GPU. 1650 супер. Это не жаркая видеокарта, друзья. И вы получаете даже, будучи в закрытом корпусе, 60 градусов. В самой горячей точке 76. Это очень хорошо. Это означает то, что, несмотря на то, что у нас закрытая крышечка, корпус, нас этот момент не волнует. Хватает забора воздуха. По сути, у нас всего лишь один кулер на выдув и просто хорошая башенка. И мы классно охлаждаемся, не перегреваемся. Циркуляция воздуха там присутствует. Все, что нам нужно знать. И, конечно, давайте теперь, знаете, немножко испытаем боли. Запустим жесткую игрушку. Просто посмотреть в реальных графических условиях, как себя эта система ведет. Я отключаю OCC-T stress test, друзья. И давайте посмотрим, что мы с вами имеем. Это у нас Doom Eternal. Игрушка, которая напрягает, поверьте, далеко не самые слабые системы без каких-либо вопросов. И очень важно посмотреть, как себя наш аппарат здесь чувствует. У нас высокие настройки или ультра настройки. Здесь стоят ультра или высокие, Женька? Высокие. Высокие настройки. Full HD разрешение. Все, что нам нужно знать. И я щелкаю вот такую вот кнопочку продолжить. И давайте посмотрим, что мы имеем. Я бы, если бы мог, поигралось чуть побольше игрушек, друзья. А, вот давай, Женька, ты помоги, походи. А я буду, давай. Ты ходишь, я стреляю. Знаешь, как в детстве. Мы с вами имеем, посмотри, на видеть, в районе 90 кадров. В районе 90 кадров. И давай сделаем немножко, людям вот давай вот этого. Сделаем больно. Смотри, кто-то стреляет по нам. Ё-моё. Угинайся, угинайся. Угинайся. Слушай, жестко достаточно. У нас другое оружие есть. Ой, все, мы улетели. Но, вот, ух, е-мое, слушай. Слушай, завораживающая игра, конечно. Я так понимаю, мы находимся где-то на... Что, давно так стреляет? Не очень, если честно, потому что я же не знаю, куда мы идем. Мы идем, ладно. Суть в том, что мы действительно имеем в самых современных игрушках в районе от 60 до 100 кадров в секунду. Это хорошо на Full HD разрешение. Это означает, что у нас запас на перспективу по мощности у людей есть. Если мы говорим про бюджет 55 тысяч рублей, вот даже, знаешь, давай снимем локацию, то мы с вами подсобрали сейчас действительно добротный компьютер. Учитывая цены на современные видеокарты, за 55 тысяч рублей даже топовую видюшку сейчас не купишь. А тут у тебя получается очень симпатичный современный компьютер на DDR4 памяти с заделом на какие-то, знаешь, будущие апгрейды при желании. Поэтому я считаю, сборочка получилась классическая, добротная и, конечно же, полностью удовлетворяющая запроса в данном случае нашего клиента. А это самое главное, чтобы бюджет соответствовал мощности. Ну, знаете, находим этот баланс, потому что жизнь, она как раз-таки имеет обе крайности, и ты чувствуешь себя максимально гармонично, если прямо идешь четко по серединке, знаешь, балансируя между добром и злом, дорогой сборкой, дешевой сборкой, и находишь вот эту золотую середину конкретно под тебя. Чего мы вам, друзья, и желаем. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, кто досмотрел. Девчонки, мальчишки, мы вас очень ценим. Собирайте себе классные компьютеры и просто любите эту жизнь. Пусть у вас все будет замечательно. Идите и ищите свою золотую середину, а мы вам поможем в какой-нибудь, знаете, добрый вечер очередного дня немножко расслабить свой мозг от рутины. И вы посмотрели только что вот такую вот компьютерную сборочку. Увидимся в новых компьютерных историях. Пока-пока. Вот этой ладошкой. Редактор субтитров А.Семкин